110 карт отличника отправились в сочинские школы к лучшим ученикам города. В чем особенность этой карты? Здесь школьник будет пользоваться ей бесплатно. На ней можно в месяц осуществить порядка 40 поездок. Точно так же для активации карты на нее надо положить небольшое количество денег, хотя бы 2 рубля для родителей, чтобы карта была активной. Дальше эта карта у школьника остается и может использоваться как обычная транспортная карта, которую можно пополнять и использовать для проезда в общественном транспорте. Каждая поездка будет зафиксирована в телефонном приложении «Транспортная карта». Для родителей это возможность проконтролировать перемещение ребенка. Для удобства родителей, всех пассажиров, данной карты, школьников, есть мобильное приложение «Транспортная карта». И пусть никто не пугается, на карте указан нулевой баланс, потому что действительно денег на карте нет, это бесплатные поездки. И пассажиру будет выдан вот такой нулевой билетик, который является точно так же основанием для проезда. 110 отличившихся учеников выбраны не только по оценкам, но и по внешкольной нагрузке. Важным показателем оказались участие и победа в Олимпиадах. Учитывая, что карта называется «Карта отличника», на самом деле у нас в городе более 4000 отличников. В данном случае для участия в проекте критериями отбора послужили позиции не только отличной успеваемости по учебным предметам, а также победа в Олимпиадах всероссийского уровня, участие в научно-практических конференциях. И вот таким образом 110 человек получили карты и стали участниками нового проекта. Проект «Карта отличника» в Сочи создан впервые, и уже сегодня ученики смогли поехать домой после уроков за счет средств транспортных компаний. Это действительно подарок большой, первый год такой. И о том, что ребята, которые отлично учатся, победители Олимпиад, получили такую возможность двигаться в транспорте бесплатно. И это, конечно, большой мотиватор как для ребят, так и, наверное, в первую очередь для родителей, которым большая такая помощь подспудная, финансовая, оказанная городом. Поэтому огромное спасибо. И я думаю, что с каждым годом количество таких ребят будет расти. Школьники отмечают, что эта карта по истечению бесплатных поездок все равно пригодится, ведь позже ее можно пополнять и оплачивать проезд бесконтактным способом, забыв про наличные. Обычно я оплачивала наличными, и это было не всегда удобно, так как очень много мелочи в кармане, она всегда звенит, и как бы неудобно доставать. Но теперь есть возможность оплачивать карты, и это очень удобно. Потому что достал, приложил, и все, в принципе, расплатился. И мне кажется, для нас, для родителей, это большая финансовая поддержка. Я все 9 лет своего обучения в школе учусь на «Отлично», и в этом году я стала призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. И благодаря этому у меня теперь есть возможность бесплатного проезда в муниципальном транспорте. Вопросы по использованию карты отличника и их распределению можно задать на горячей линии по номеру телефона, указанному на экране. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.